Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Артем Астапов. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. В предыдущем видео я тестирую свой новый самокат и пробовал новый для себя трюк, а именно, я сделал примерно 10 попыток, было достаточно близко, но, к сожалению, этот трюк я еще не поставил. Я вам предложил позвать Леонида Арбатского в новое видео, где он тоже будет пробовать новый трюк для себя. И, собственно, Леня снова с нами. Всем привет! Так, ребят, мой трюк вы знаете, это вот жены и фронт-скуд, а сейчас Леня расскажет про трюк, который он будет пробовать сегодня. Леня, что это будет? Короче, трюк называется Brian Brown from Brian. Я делал его в один человек в мире. В общем, я его уже два года пытаюсь сделать, на протяжении всех этих двух лет. Но, во время приземления на доску случаются какие-то непредвиденные ситуации, то у меня доска ломается, то что-то еще. В общем, не могу увести, не получается. Но вот, приехал сегодня попробовать добить. Я надеюсь, что получится, потому что мой трюк вот именно фут-джем на и фронт-скуд, я тоже не могу уже поставить, но года два, наверное, два с половиной, я каждый раз пробую. Мой трюк энергозатратный, я думаю, у тебя тоже трюк остается энергозатратный. То есть, попыток 5-7 и потом все, можно уже... Да, буквально попытки, наверное, 4-6 прям будут плотные. Вот дальше уже там сил нет. Ну, посмотрим. Сейчас раскатаемся и потом уже перейдем на сложные трюки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я почти поставил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, ребят, мы сделали несколько трюков в этой зоне, сделали флеер. Ну, как сделали? Леня сделал, я просто облащил. Сейчас мы пойдем, наверное, на... Я не знаю, наверное, зону, где мини-рампа и где маленький ходок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты видишь, как она прогибается? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть до этого в этом месте целиком была фанера, сейчас здесь стерли до металла, и еще в этом месте еще фанера прогибается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фишка Худжима в том, что, когда вы его делаете, необходимо встать как можно ближе к коопингу. А я пытаюсь встать ближе к коопингу, там уже нет фанеры, я попадаю в дырку. И в этом плане сложнее раза в два. Поэтому надо бегать чуть дальше, где есть дерево, чтобы можно было зацепиться. А где металл, там скользит. Видимо, в этом кооптере я Худжим больше делать не буду. Но еще раз мы так не перейдем туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нереально, пойдем туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, достойно. Раскакивает. Так что можно. Доброе утро! Как прокомментируешь? Леня стабильный, как всегда, все очень круто, технично. Единственное, там коупинг очень сильно вдавлен. Леня, когда делает nose blunt, он на нога не может попасть, потому что не хватает металла. Но, тем не менее, и так Леня сделал. Ну что, ребят, сейчас меняем зону. Идем в ту зону, где мы будем делать новые для нас трюки. У меня это фуджемный и фрунтскут, а у Лени брай амбрелла фрунтскут. Попыток на 5 нас хватит, потому что через минут... А, через 30 минут ровно заканчивается сессия, и после этого мы пойдем к перекусу. Ну что, ребят, начнем с меня. Сейчас я буду делать фуджемный и фрунтскут. Леня пока отдыхает, после этого, я думаю, две попытки я, одну попытку он. Ну, первая попытка совсем плохо, а вот на второй попытке я уже понял, как закидывать. Тут самое главное встать в нужном положении, потому что если я сильно наклоняюсь вперед, я уже не успею сделать фрунтскут, он у меня будет идти из-за спины. А если я совсем не наклоняюсь, то мне тяжело оттолкнуться от самого вылета. Леня, давай! Так, Леня сделал одну попытку, теперь я делаю две, потом снова Леня одну. Погнали! У меня в идеале приземлиться где-нибудь вот здесь. Можно ближе к вылете, чтобы когда я отталкивался, у меня было больше времени в полете. Ооо! Кстати, это близко было. Дэк, смотри. Так, на четвертой попытке. Не могу сказать, что это прямо в одну ногу, но я почувствую, что я могу сделать движение, если сам биф-фрунтскут будет чуть поближе к приземлению. Сейчас я буду контролировать, понимать, что дэка прямо передо мной, и я смогу напрыгнуть двумя ногами, а не одной. Так, Леня готовится. Леня! Чуть-чуть у него амбрелла, то есть брая был правильный, амбрелла чуть-чуть сбоку пошла, из-за этого фрунбрая уже ушел чуть дальше. Сейчас Леня пересматриваю, анализировали ошибки. Сейчас я, получается, две бойки, потом снова Леня. Все попытки в одну ногу. Ладно, уже близко. Сегодня приезжает, говорит, у меня подшипник накрылся. На самом деле, я тоже когда делал, у меня сейчас переднее колесо стало люфтить, и оно затянуто на максимум, видимо, у меня тоже подшипник пострадал, но ничего, у меня дома есть запчасти. Лене дам подшипник, и у меня тоже поменяю. Леня, давай. Так, ребят, смотрите. Леня сделал, по-моему, 4 попытки. Он уже остался без сил, потому что уже конец смены, остается 15 минут. Я, наверное, сделаю еще попытки 4, и пойдем отдыхать, немного перекусим. А на второй смене, которая будет с 3.30 до 6.30, мы уже будем пробовать еще. Ну все, ребят, мы вернулись обратно в эту зону. Перерыв закончился уже в 15.46, началась вторая смена. Я снова пробую свой трюк. Леня снова пробует свой трюк. И после этого я устрою для вас небольшой конкурс. Мне в этом поможет Леня Арбатский, но об этом еще и позже. Ну ладно, еще будем пробовать. Блин, у меня сейчас попытка очень близкая. В этот раз Umbrella шла идеально. В Umbrella тоже шел хорошо. Как думаешь, почему не поставил? Не поставил просто потому, что, наверное, забоялся. А почему все так хорошо получилось? Очень ровно подъехал к отру, прям правильно подобрал градус. И по скорости. Вылетел, да. И начал крутить. Начал не заводить сильно за себя. И, ну, когда ты заводишь себя, очень самоказ в сторону отводится. А тогда крутишь его перед собой правильно, прям все в ловшу идет. Я думаю, еще попытки 2-3 достаточно будет на сегодня. Да, то есть уже отдачи самоги болят. Ну да, там когда вылетаешь... Чисто в призем. Это квотер в жести. Да. Не самый удачный квотер. Легендарный. Других квотеров нет нормальных, но что есть, то есть. Да. Вижу, что попытка близкая. То есть, я понимаю свои ошибки, но просто не получается, потому что трюк действительно очень сложный в плане техники. Одно дело, устоять на футжеме или сделать футжем на EAP или футжем на бар. А здесь футжем на EAP форс-клуб. Это значительно сложнее, это совершенно другой уровень. Но я думаю, я еще буду пробовать. Если что, я думаю, в следующем видео снова будем пробовать. Леня, ты готов? Форт 2 будет. Чисто готов. Приедем, будем это делать. Но реально можно. Можно будет. Сейчас резко поменялось освещение. У нас ушло солнце. И, видимо, открыли дверь подул ветер. Леня почувствовал свежесть. Сейчас снова будет делать. Я думаю, у меня получится. У меня, на самом деле, очень близкие попытки. То есть, у него из всех попыток два раза последний трюк, то есть, фромбрай, шел ровно. То есть, там нужно было просто двумя ногами напрыгнуть. Это очень тяжело, потому что очень большая высота, очень много времени в полете. И если, условно говоря, сделал ошибку в первом движении или во втором, то третье уже точно не получится. Ну, сейчас посмотрим. Леня, давай. Угу. 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 В предыдущем видео оставил 20 конкурсных комментариев. Вы, конечно, можете видеть на своем экране. И в этом видео я хочу устроить для вас конкурс. Но конкурс будет необычным. Сейчас мы заберемся наверх, и Леня сделает несколько трюков в рампе. Скорее всего, будет пять трюков. И ваша задача в комментариях правильно написать все пять трюков. И указывайте обязательно свой инстаграм. Главный приз. Ммм. Могу вам предложить следующее. Вот сейчас вы видите клип Лени Арбатского. Это трюк, который он поставил в первом в мире. Собственно, вот его инстаграм. И таким же образом я покажу любой ваш клип, который будет у вас в профиле. Все, что нужно сделать, это угадать и правильно написать все пять трюков в комментариях. И указывать свой инстаграм. А мы перемещаемся в рампу. Ну что, ребят. Я думаю, это видео будем заканчивать. Мы очень сильно устали. Уже через минут сорок заканчивается сессия. Поэтому, я думаю, в одном из следующих видео мы будем пробовать эти трюки. И на самом деле у меня еще есть идея. Лень, может быть, стрит выберемся? Что скажешь? Ну можно, можно. Потому что сейчас уже совсем скоро будет сухо. Можно будет, например... Новый парк под мостом. Вот есть, кстати, два новых парка под мостом. И, как вариант, по старинке на Московскую. Где эти, бетонные грани, небольшие ступеньки. Ну можно, можно, да. Ребят, напишите в комментариях, что вы думаете. Хотите ли вы видео, где мы с Леней выбираемся в стрит? Ну и самое главное, самое главное, поедем на самокатах стритовых. Стритовых? У меня, кстати, стритового самоката нет. Но, я думаю, это решаемо. Так что... А у тебя самокат стритовый, как думаешь? У меня есть, второй. А, у тебя второй есть? Ну тогда мне осталось сегодня самокат собрать. Ладно. С вами был Артем Остапов и Леонид Арбатский. Увидимся в новом видео. Всем пока.